Всем доброго дня, это Гелиосар и История просто. История России, 6 класс, за авторством Андреева и Федорова. Глава первая. Народы и государства Восточной Европы в древности. Первый параграф. И значит сразу же вопрос. Взаимодействие народов в Восточно-Европейской равнины стало разрушительным столкновением или взаимообогащением? Взаимообогащением. Так как один из этих народов, да и не один по сути дела, потому что на территории современной европейской части России живет большое количество разных народов, судя по тому, что они все выжили, судя по нашему языку, куда включены слова из разных языков разных народов, то это было именно взаимообогащение. Первый параграф. Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. И значит эпиграф. Крупнейшим событием было быстрое таяние ледника. Если палеолит был для человека школой мужества и организованности, то мезолит стал школой находчивости и личной инициативы. Значит автор выражения рыбаков. И термины, которые необходимо запомнить. Палеолит, мезолит, неолит, неолитическая революция, железный век, подсечно-огневое землетелие, перелог. Можно ли говорить о том, что главным воспитателем древнейшего человека была природа? Именно она превратила его в борца, первооткрывателя и изобретателя. Да, разумеется. Именно природные условия заставляли человека каждый раз придумывать что-то новое и приспосабливаться. Вот здесь, значит, дается приблизительная временная шкала, по которой видно, что речь идет о событиях, которые начались 2 миллиона лет назад, и параграф закончится на событиях, которые были примерно 1000 лет до нашей эры. Великое оледенение. История наших далеких предков началась с освоения территории Восточной Европы. Климат в северном полушарии в те времена был совершенно иным. Около 2 миллионов лет назад началось великое оледенение. С этого времени периодически наступали ледниковые эпохи, длительные этапы, когда огромная часть суши покрывалась ледяными щитами толщиной от нескольких сот метров до 2,5 километров. Все живое, а вслед за ним и люди, вынуждены были уходить на земли, свободные ото льда, проще говоря, уходить на юг. Через некоторое время ледник отступал на север, а потом вновь начинал двигаться на юг. Так продолжалось тысячелетиями. Предки современного человека появились на территории Восточной Европы примерно 40 тысяч лет назад. Этот период истории получил название Нижний Палеолит или Древний Каменный Век, по основному материалу, из которого изготавливались орудия труда. Уже тогда появились разные способы обработки камня и кости, зародились первые религиозные представления. Самые ранние стоянки людей обнаружены на северо-западном Кавказе и Русской равнине, от северного Приазовья до бассейна Десны. Бассейн Десны – это бассейн реки Десны. Бассейн – это река вместе со всеми ее притоками. Это называется бассейном той или иной реки. То есть стоянки обнаруживались вплоть до бассейна реки Десны. Следы жизни древнего человека, относящихся к давнему периоду, не имеют непосредственного отношения к народам, жившим здесь в более позднее время. Вопросы. Что заставляло древнего человека двигаться с места вместе с ледяными щитами? То, что на месте ледяных щитов не было ни растений, ни животных. Поэтому человеку, чтобы пропитаться, нужно было уходить на юг, туда, где оставались растения и животные. Почему период истории, когда предки современного человека появились на территории Восточной Европы, называли каменным веком, а не костяным? Дело в том, что из кости можно было сделать небольшое количество инструментов, в основном колющие. Какие-то иглы, какие-то шива, копья, возможно какие-то кинжалы. В свою очередь из камня можно было делать и колющие, и дробящие, и бьющие, и режущие, и колющие. То есть большое количество различных. То есть можно было делать топоры, можно было делать копья, мечи, ножи, какие-то скребки, какие-то дубины, молоты. То есть из камня можно было делать гораздо больше инструментов, чем из кости. Поэтому и называется каменный. Второе век называется каменный, потому что камня до наших времен каменных инструментов гораздо большее количество дошло, чем костяных. Освоение северных регионов Восточной Европы. Приблизительно 25 тысяч лет назад первобытные люди смогли продвинуться еще дальше на север. Археологами были обнаружены стоянки под Владимиром, Сунгирь и на реке Чусовой. Самой северной является стоянка в среднем течении реки Печоры, приблизительно в 175 километрах от современного полярного круга. Последующее продвижение ледника, которое было с 20 до 18 тысяч лет назад, ледник достиг современного Смоленска. Это заставило древнейших охотников вновь отступить на юг. По бескрайним тундрастепям Европы бродили стада крупных травоядных животных, мамонтов, шерстистых носорогов, северных оленей. В поисках корма они постоянно перемещались по степным просторам. За ними кочевали и охотники. Последняя ледниковая эпоха завершилась 13 тысяч лет назад. Тающий ледник ушел на север, открывая дорогу холодным ветрам. Жаркое лето сменялось все более холодными зимами. Дело в том, что ледник, имея очень большую высоту, да, он был холодный, но одновременно с этим он преграждал холодным северным ветрам путь на юг. Поэтому отступление ледника и общее потепление привело к более холодным зимам. И вот из-за этого травоядные животные зимой были вынуждены уходить в южные районы, где под снегом легче было найти траву. А летом, спасаясь от невероятных целых облаков кровососущих насекомых, животные уходили обратно на север, к леднику. Вслед за животными все дальше на север продвигались люди. Об этом свидетельствуют стоянки на Верхней Волге. Верхняя Волга это верхнее течение реки Волги. Проще говоря, это то место, где река начинается. То есть верховье реки то, где река начинается. Среднее течение, ну и так понятно. Низовье реки это там, где река уже в скором времени впадает в озеро или море. С течением времени первобытные охотники почти полностью истребили крупных животных. Чтобы не голодать, древние люди были вынуждены научиться охотиться на мелкую дичь, которая не подпускала к себе охотников на близкое расстояние. Тогда были изобретены лук и стрелы. Необходимость охотиться большими группами на крупных животных отпала. Зато охотники обзавелись хорошими помощниками. Им удалось приручить собак. Изменились и орудия охоты. Их рабочие части стали изготавливаться из микролитов. Кусочков кремниевых пластин, имевших геометрическую форму. Трапеция, треугольник. Которые было очень легко заменять. То есть к палке просто привязывались каменные или костяные наконечники. Их можно было легко сменить. На каких-то животных можно было охотиться с тонким наконечником, на каких-то наоборот с толстым и массивным. Это был важный шаг в развитии также человечества. Период, когда произошли эти изменения с 11 по 8 тысячелетия назад, называют мезолитом. Средним каменным веком. Почему степи ледникового периода называются мамонтовыми? Потому что в то время на этих степях было огромное количество мамонтов. Как вы можете объяснить исчезновение крупных животных после окончания ледниковой эпохи? Ну, сначала ученые думали, что этот человек истребил всех крупных животных. Но на самом деле истребить всех крупных животных практически невозможно. Дело в том, что сейчас уж очень большое количество остатков мамонтов было найдено в Сибири. Особенно на севере Сибири. Полностью замороженными. То есть становится понятно, что мамонтов истребила какая-то климатическая катастрофа. Почему она произошла, непонятно. Потому что заморозить мамонта целиком, это надо очень сильно постараться. Но и тем не менее, это произошло. Что это было, ученые не знают. Поэтому можно сказать открыто, что мамонты были полностью уничтожены именно из-за климатической катастрофы. Переход к производящему хозяйству. С 8 по 3 тысячелетия назад наступила эпоха неолита, или нового каменного века. В середине 4-го тысячелетия до нашей эры началось новое похолодание климата на восточноевропейской равнине. Хвойные леса разрослись, а широколиственные, напротив, сократились. Уменьшились травяной покров и заросли кустарника, которые служили основным источником питания для крупных травоядных животных. Человек стал подкармливать диких животных. Некоторых из них позднее смог приручить. Для этого необходимо было научиться накапливать запасы растительных кормов, молодых побегов и травы. Диких растений для этих целей не хватало. Прежние охотники и собиратели вынуждены были научиться выращивать растения. Так постепенно человек перешел от присваивающих форм хозяйства, собирательства и охоты к производящим земледелию и скотоводству. Это изменение получило название неолитическая революция. Присваивающее хозяйство основано на том, что человек берет у природы в готовом виде все необходимое ему для жизни. Питание, одежду. Проще говоря, человеческое племя постепенно, постоянно перемещается и собирает все, что может пригодиться. Какие-то дрова, то есть вот есть, например, дерево, например, яблони. С яблони срываются все готовые плоды, выкапываются все корешки и при этом племя постоянно перемещается с места на место, потому что племени в целом не хватит на одном месте для пропитания еды, которая есть. По мере перехода к производящему, начинается выращивание растений, благодаря чему удается собирать урожай в гораздо большем объеме и хранить его. Это позволяет жить на одном месте. Производящее хозяйство позволяет гораздо больше уделять времени развитию инструментов и различных вещей. Как изменение природных условий в эпоху неолита повлияло на животный мир и поведение древнего человека? Согласно параграфу учебника, изменение природных условий, точнее, малое похолодание в эпоху неолита, заставило человека начать приручать диких животных и переходить от сбора того, что есть в природе, к производству, к выращиванию урожаев для пропитания. Какие изменения в жизни людей принято называть неолитической революцией? Это переход от сбора того, что есть в природе, к выращиванию урожаев, то есть к переходу от собирательства к земледелию. Скотоводы и земледельцы. Со временем жизнь человеческих сообществ изменилась. Занятие земледелием требовало длительного проживания на одном месте, оседлого образа жизни. Скотоводство же, наоборот, предполагало постоянное кочевье, то есть перемещение с одного пастбища на другое. Началось отделение земледельческих племен от скотоводческих. Вначале разделение на пастушеские, скотоводческие и земледельческие племена укрепляло связи между ними. Земледельцы нуждались в том, что производили скотоводы, а скотоводы в продуктах труда земледельцев. Но когда в результате освоения металлов, сначала бронзы, а затем железо, человек смог заметно улучшить условия своей жизни, отношения из мирных стали воинственными. Железо заменило камень, когда человек научился получать его из болотной руды. Каменный век сменился с железным веком. На территории нашей страны это произошло в начале первого тысячелетия до нашей эры, то есть приблизительно три тысячи лет назад. Появилось оружие, изготовленное из железа. Мечи, наконечники копий, стрел. Создавались железные орудия труда. Ножи, шилья, топоры, наконечники для сох и пугов. Это позволило человеку лучше защищаться от врагов и значительно быстрее, чем прежде, производить все необходимое для жизни. Рост населения заставил земледельцев и скотоводов бороться за новые территории. Племена скотоводов-кочевников росли быстрее. Их стада постоянно увеличивались, что требовало расширения пастбищ. Земледельцы были вытеснены из степей в леса, степи и леса, где вынуждены переходили к новым формам обработки земли. Они научились вырубать и сжигать участки леса, а освобожденную землю распахивать. Такое земледелие называется подсечно-огневым или подсекой. Когда расчищенная земля истощалась, ее оставляли на несколько лет, чтобы она отдохнула. То есть накопила полезные вещества для того, чтобы урожаи вновь улучшились. Такой способ хозяйственного называется перелог. Так люди в тяжелейшей борьбе за выживание все больше приспосабливали природу к своим потребностям, совершенствовали орудия труда, находили новые способы взаимодействия друг с другом. Вопросы. В чем отличие образа жизни земледельцев от хозяйственной и бытовой жизни кочевников? Кочевники постоянно перемещаются. У них нет необходимости в создании каких-то долговременных сооружений. Им нужно достаточно все легкое такое и легко переносимое. В свою очередь у земледельцев у них плуги, сохи, достаточно тяжелые такие вещи. У них более крепкие такие дома. Поэтому земледельцы, у них сильно отличалась их жизнь. Они находились постоянно на одном месте и поэтому могли себе позволить гораздо больше уделять времени для улучшения своих орудий труда, чем у кочевников. Каким образом использование железа изменило жизнь древних людей? Использование железа позволило намного лучше обрабатывать землю, вырубать леса, воевать в том числе. Это вызвало появление противоречий между скотоводами и земледельцами. В итоге земледельцы были вытеснены в лесные районы скотоводами, которые, так как население скотоводов и кочевых племен росло быстрее, чем у земледельческих. Но при этом, как я уже упоминал, у скотоводов кочевых племен было гораздо меньше возможностей для улучшения орудий труда. В итоге это привело к тому, что через несколько тысячелетий земледельцы полностью захватили все кочевые территории. Вопросы и задания. Прочитайте эпиграф к параграфу и ответьте на вопросы. Можно ли говорить о том, что в ледниковый период человек жил трудной, но достаточно спокойной и предсказуемой жизнью? В некотором роде, наверное, да. Почему таяние ледника заставило человека быть находчивым и инициативным? Дело все в том, что в ледниковый период человеку все равно пришлось перемещаться на юг. Может быть, это и было сложно, но как факт, человек не пытался выжить во льдах. Человек перешел просто на юг и жил себе там. И там, в принципе, тоже не такие уж и плохие были обстоятельства для жизни. Почему таяние ледника заставило быть находчивым и инициативным? Таяние ледника заставило человека перемещаться обратно на север и осваивать новые, уже сильно изменившиеся по своему характеру, территории и ландшафты. И приспосабливаться к этим ландшафтам. Рассмотрите иллюстрацию на странице 12 и ответьте на вопросы. Ну вот, собственно говоря, две иллюстрации. Это древний охотник со стоянки Сунгирь, как он выглядел. И вот еще две иллюстрации. Это дети со стоянки Сунгирь, как они тоже выглядели. Мальчик и девочка, получается. Значит, сами задания. Опишите иллюстрацию, используя полученные знания. Ну, как ее можно описать? Мальчик да девочка, собственно говоря, одеты в достаточно простую кожаную одежду с меховой оторочкой. Видно, что одежда достаточно плотная, что у девочки, например, практически капюшон, закрывающий волосы и голову. У мальчика просто шапка, волосы достаточно открыты. Это то, что видно по этим самым иллюстрациям. Видно, что одежда достаточно теплая. При этом, не такая уж и плохая обработка у этой одежды на самом деле. Хотя с современной, конечно же, не сравнится. Чему должны были учиться дети каменного века? Чем они могли быть полезны взрослым в сложных природных условиях ледникового периода? Дети должны были учиться охотиться, готовить еду и, естественно, обрабатывать принесенную добычу, обрабатывать шкуры, обрабатывать камень, кости и все прочее. Именно этим дети были полезны. То есть дети еще не могли охотиться сами, но они могли помогать обрабатывать шкуры, обрабатывать добычу, готовить какую-то еду. Это уже дети вполне могли. Так, ну напишите небольшой рассказ Что за чушь несусветная вообще в этом задании Соотнесите даты, указанные на ленте времени Со следующими событиями Железный век на территории Восточноевропейской равнины Ну это, собственно говоря, самый последний блок Неолит, период перехода от присваивающего хозяйства к производящему Ну опять-таки здесь видно, что идет чуть ли не с конца То есть это можно расставить по общему блоку Так, выберите ответ на главный вопрос урока Опираясь на текст параграфа, обоснуйте свой выбор Не природа меняла человека, а человек менял природу Человек был свободен в своих поступках В этот период человек был очень слаб Перед могучей природой и его выживанием В борьбе с ней было случайностью Человек ответил на все вызовы окружающего мира И благодаря этому научился не только выживать в природе, но и преображать ее Ну, мое мнение, что ответ В наиболее правильным И значит, мнение одного из историков Около Владимира раскопана стоянка Сунгирь, относящаяся ко времени позднего Палеолита Около 20 тысяч лет назад На этой стоянке найдено погребение мужчины Содержавшее большое количество украшений Представленных ожерельем из бус из бивня мамонта И просверленных зубов песца А также пластинками, тоже из бивня мамонта В трех метрах от этой могилы располагалась другая Где главным было погребение двух детей Девочки 7 лет и мальчика 12 лет Положены голова к голове А ногами в противоположные стороны Костяки густо посыпаны охрой Охра – это такой порошок красного цвета Украшений в могилах еще больше, чем в первой с мужчиной Бусы такие же, как у мужчины Расположены бусы рядами Видимо, они были нашиты на головной убор и одежду Думаю, что одежда и шапка были меховые Под подборками детей найдены костяные булавки Которыми застегивалась верхняя одежда На пальцах надеты костяные перстни Особенно замечательно оружие – кинжалы и копья Короткие и длинные Всего 16 предметов Копья сделаны из искусно расщепленного и выпрямленного Бивня мамонта Причем одно из копий достигало 242 см длины То есть почти 2,5 метров Они обструганы и имеют очень острые концы Оружие было настоящим, а не игрушечным Дети, видимо, уже принимали участие в охоте На груди мальчика лежал амулет Одна из описанных лошадок Так, и опять-таки вопросы На какие группы можно разделить находки из погребального комплекса Это, собственно говоря, ну, сами костяки похороненных Потом это оружие, одежда и украшения Чем объяснить насыщенность памятника разнообразными предметами из мира первобытных охотников В том, что все три могилы В них было огромное количество различных вещей, которые принадлежали тем, кто там был похоронен Это свидетельствует о том, что были уже похоронные обряды То есть были какие-то религиозные уже обычаи у древних людей Почему у детей оказался такой же набор предметов, что и у взрослого охотника В том числе оружие Возможно, дети Мальчик в 12 лет, он уже был достаточно взрослым, чтобы быть полноценным охотником И, возможно, то, что дети, они были, возможно, какого-то знатного рода, что ли То есть дети вождя племени, например, как-то так И поэтому там было такое большое количество различных вещей Субтитры сделал DimaTorzok